Сейчас, конечно, очень тяжелые проблемы стоят перед страной, экономические, социальные, технические и всякого иного рода. И раздаются голоса о том, что надо смотреть вперед, хватит нам уже ковыряться в прошлом, надо делать будущее, надо переходить к проблемам, которые существуют, и их решать. Мне трудно согласиться с такой постановкой вопроса. Мне кажется, что никогда мы не решим наших экономических, социальных, технических, научных и всех прочих проблем, пока мы не решим главные проблемы. Проблемы человека. Пока наш человек не избавится от привитого ему десятилетиями страха, раболепия, боязни самому решать проблемы и отвечать, и рисковать. До тех пор никакие экономические проблемы ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности решены не могут быть, никакие научные, технические и прочие задачи не будут выполнены. Должно быть, человеку возвращено его достоинство. А человек, уважающий свое достоинство, он уважает и достоинство других. И, может быть, в этом корень решения и национального вопроса. Ну, о детях Хорбата говорить нечего. Этот роман уже прошел, он живет своей жизнью и у нас, и во всем мире. Значит, сейчас речь идет о новом романе. 35-й год и другие годы. Опубликована только его первая книга. И, как вы говорите, Сергей Алексеевич читает с нетерпением ждет вторую книгу. Вторая книга кончается 39-м годом, пактом Молотова-Риббентроп. Начало журнала дружбанного. А? Начало журнала дружбанного. В 2009-м год. В 2009-м год. А, да, двоечки юбилей. Ну, вот, понимаете, да, значит, и кончается этим пактом. И много у меня есть с этим, знаете, много связано. Очень тяжелое, понимаете, очень тяжелый период, страшно тяжелый. Потому что, когда я в этом романе 35-е и другие годы, в первой книге раскрыл механику процессов, одного процесса, Зиноя Каменева, и реакцию народа, интеллигенцию, ну, простительно, так сказать, люди сами признавались. То же самое в следующих процессах, Пятакова, Радека, Бухарина и Рыква, о которых я просто упоминаю, тоже они признавались, народ мог требовать их уничтожения. Но вот был процесс военных, процесс Тухачевского и его, и других полководцев. 9 июня было сообщено о их предании суду, 11 июня был приговор. Суда не было как такового в глазах народа, а народ требовал их расстрелы. И не только народ, а писатели требовали их расстрела. И там такие имена, что читатели содрогнутся, когда их прочитают. Те имена, на которые мы сейчас молимся, они тоже требовали расстрела, не зная даже дела этого. Так что материал тоже тяжелый, я пишу его с тяжелым сердцем. Но как только я роман кончу, так же отдам его в журнал «Дружба народов».